Чуваки, срочное включение! В интернете появился полный сюжет Мстителей 4, и это самая правдоподобная утечка, прочитав которую, у меня случился внутричерепной оргазм. Если верить источнику, то он один из сотрудников Марвел, принимавший участие в работе над фильмом. Источник написал, что из-за давления Дисней, фильмы Мстителей в финал пришлось переснимать целых 4 раза. Согласно утечке, изначально братья Руссо и сценаристы Мстителей 4 даже не планировали включать Кэрол Денверс в события двух частей Мстителей, однако им пришлось это сделать, при этом автор утечки Мстителей в финал отмечает, что даже его версия сюжета фильма может отличаться от финальной, поскольку он перестал сотрудничать с Марвел и Дисней ещё в конце прошлого года. Короче, опустим лирику, переходим к сюжету. Фильм начинается с Кэрол Денверс, которая получает сигнал бедствия с Ксандра ещё до начала фильма «Мстители. Война бесконечности». Капитан Марвел является союзником корпуса Новы, но не успевает остановить Этеноса. Позднее героиня получает сигнал от Ника Фьюри и также видит, как половина живых существ исчезают после щелчка. Человек-муравей в квантовом измерении попадает в водоворот времени и появляется в 1996 году как раз после того, как Капитан Марвел покинула Землю. От молодого Хэнка Пима Человек-муравей узнаёт, что ему нужно получить устройство Крии для путешествий во времени у Ника Фьюри, в то время как сам Фьюри поначалу считает Скотта Скруллом и не доверяет муравьишке. Тем временем в настоящем Тони Старки не было, узнают, что Кролик-ракета успел установить технологию квантовой системы на корабль Стражей Галактики, которая позволяет прыгать в различные точки галактики. Однако кораблю не хватает энергии, и Старк с Небулой пытаются восстановить корабль из обломков на Титане, чтобы добраться до Земли. Тони Старк сам добирается до Земли, и перед крушением его спасает енот-ракета, перехватив управление кораблем. Воскоре Железный Человек делает броню спасительницы для Пеппер Потс. Позднее героиня спасает жизнь Старку в бою с Таносом. Капитан Марвел находит Таноса на Титане 2, а.к.а. Казахстане, но, как мы помним, у Таноса повреждена Перчатка Бесконечности. И чтобы победить Денверс, Баклажанас восстанавливает Перчатку с помощью Камня Реальности и Времени. Дальше Танос и Капитан Марвел сражаются, но женский Супермен не способен противостоять силе всех Камней Бесконечности. В итоге Танос осознает, что Капитан Марвел получила свои способности благодаря Тиссеракту и пытается отобрать ее способности, заключив их обратно в Камень Пространства. Денверс едва остается в живых, но успевает смыться, при этом потеряв большую часть своих возможностей. Переходим к белым костюмам из прошлых утечек. Костюмы являются системами жизнеобеспечения для путешествий в Квантовый мир и в открытый космос. Следующая часть из Лива лично у меня вызвала детский восторг. Итак, в фильме Мстители 4 будут путешествия во времени, и сцены из других фильмов киновселенной, например, будет появление Альтрона. При этом Мстители не будут собирать Камни Бесконечности в прошлом, а попытаются каким-то образом их скопировать, благодаря технологиям Крии и данным Вижена и Шури. Кстати, в прошлом ролике я уже говорил о прототипах Камней Бесконечности, созданных Старком. Халк объединяется с Бэннером и становится профессором Халком с помощью технологии Старка Барф. Мстители пытаются создать свою перчатку Бесконечности из Вибраниума, но этот металл не подходит. Позднее они используют мистически заряженный прочнейший металл Уру из остатков разрушенного Хэла и Мьёльниратора, который попал к японским Якудзо. Добыть материалы помогает Ронин. Перчатку создают специально для профессора Халка. Единственные герои, которые смогут её использовать безопасно для своей жизни, это Халк и Тор. Вижена восстанавливают в качестве искусственного интеллекта, и он помогает героям создать перчатку и прототипы Камней Бесконечности. Танос попытается остановить супергероев во времени. Доктор Стрэндж координирует действия супергероев, в этом ему помогает Старейшина. Капитан Марвел после унижения Таноса встречается с Мстителями только ближе к концу фильма, в третьем акте картины. Тора и Ракета ищут выживших Асгардцев в космосе, особенно Валькирию. Тор отправляется в Альгалу, чтобы попросить о помощи мёртвый легион Валькирии. Там он встречает отца Одина и мать Фригу. Капитан Марвел обладает способностями путешествовать во времени благодаря своим силам и технологиям Крии. Такое же устройство получает Скотт Вэнк у Ника Фьюри в прошлом. Путешествуя во времени, супергерои много ошибаются, из-за чего им приходится прыгать в другое время, чтобы успеть скопировать нужный Камень Бесконечности. В конце концов, Мстителям удается скопировать все Пельмеши Бесконечности и собрать свою рабочую перчатку. Вся команда встречается с Таносом в большом сражении, и пока герои сдерживают Таноса, Халк пытается вернуть всех стертых героев, но не справляется с силой Камней Бесконечности, и ему отрывает руку. Капитан Америка и Железный Человек пытаются завладеть перчаткой. В итоге Стив Роджерс жертвует собой, чтобы воскресить стертых Таносом героев. Не выдержав силу всех Камней Бесконечности, Роджерс умирает, а перчатка уничтожается. Стертые герои оживают, и все супергерои сражаются против Таноса в эпичнейшем сражении. Только Гаморе не повезло, она остается убитой Таносом. И это круто! Ведь если бы Гамора воскресла, то вся драма сцены на Вармире к чертям обесценилась. В конце концов, Таноса побеждают и убивают, а Камни Бесконечности уничтожают. Уничтожение Камней Бесконечности высвобождает некую космическую сущность, которая станет важной в будущих фильмах Марвел и окажется еще более страшной угрозой, чем Танос. Таким образом, наша теория о божествах, заключенных в Камнях Бесконечности, пускай и косвенно, но оказалась правдива. А часть энергии уничтоженных Камней Бесконечности рассеется по Земле, и это приведет к возникновению первых мутантов. Дальше проходят похороны Стива Роджерса после гибели друга, Старк уходит в отставку и заводит семью с Пиппер. В сцене после титров показывают доктора Стринджа, который разговаривает с могущественной силой из квантовой вселенной, которая помогла выбраться Человеку-моровью, скорее всего, данная сила — это дедушка Таноса, бог времени Кронос. Вторая сцена после титров посвящена Человеку-пауку и готовит почву для фильма Человек-паук в Алии Схаты. Фух, вроде бы всё, признаю, ролик получился сумбурный, но я чертовски спешил поделиться с тобой новой инфой. Ставь лайк, если было интересно, и напиши, что думаешь о сливе сюжета в комментариях. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok